золотые мои это мы с медведем медведь мы маленько приустал не вышло за тьма пользы от этого канала тьма пользы иногда вот начиная какую-то тему поднимать а потом раздумаюсь тема хорошие сегодня среда пример сегодня на основном канале запустил ролик 3 сентября обозначил то для вас а потом раздумался тема хорошая над ее развивать взять в руки инструмент про аккомпанировать самому себе чтобы это как-то более на более наглядно выглядело хороший канал нравится такая душ вчера был вторник выкатился я воскресенье вчера был вторник вторые сутки двух суток не прошло деньки хорошие да я соскучился мотоцикл катаюсь по городу был вчера в зеленой рощи так странно смотреть на лес три недели назад нас ненаглядно еще на снегоходах катались я остановился в очистом поле сошел со снегохода провалился выше чем по поясу снегу в поле столько снега боже мой и одна не достал скорее скорее выбрался опять забрался на снегоход снегу было боже мой а сейчас подсохла в лесу еще снег есть ну конечно там уже мало я думал он дома и будет лежать нет 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 быстренько все тает тает все быстренько плюс 17 вчера было саранске вот зеленой рощи там пруд база для снегоходов поехал я на биатлонный на тропу здоровья слезаю с мотоцикла слезаю с мотоцикла из машины выходит какой-то старый мудак чай это за мотоцикл с палочкой спортивном костюме но с палочкой такой дряхлый старикан из категории старых мудаков чё это за мотоцикл блять меня охота с ним разговаривать чё за хуйню ты купил купил бы лучше яву блять вот чего не надо покупать так это не надо покупать яву я вы были хороши лет 40 назад 4 тактики лучше двух тактиков если конечно это не кросс кросс конечно двух тактиков если не кроссы для дорог общего пользования в европе двух тактики вообще на дорогах запрещены грязные выхлоп потом кто покатался на водянке на воздушник уже не сядет воздушник греется водянка гораздо эффективнее тепло от цилиндра отводит то есть я летом катаюсь мне яйца как на сковородке не прижигает купил бы лучше яву у меня ява была я с целины привез да сезон начался уже мудаки по вылазили из-под снега блять вот это вот знаете вымораживать какие-нибудь старые мудаки подходят блять эх у меня ежак был 30 лет назад в деревне у меня был и жак а у этого блять с целины привез я вот и сука в пятьдесят шестом ее осваивали целину туда это сколько 70 лет назад он ее привез бы сколько же лет этому деду но я беседу не поддержал посоветовал ему идти нахуй блять думать он нахуй пошел да сейчас там на лавочке сидели две каких-то бабульки лет по 70 но этот кавалер блять ним подкатил начал с ними что-то беседовать понимаете вот старый мудак блять с мудацкой старостью поговорить ему не с кем наверное дети от него уже съехали блять внуки к нему не ходят вот он сидит блять пообщаться ты не с кем блять опыт свой мудрость свою передать блять вот он к бабулькам подкатил но потом я чуть-то гляжу одна бабулька куда-то там пошла скандинавская ходьба блять заебал старикам блять вот наглядный мудацкая старость блять человек прожил жизнь мозгов нет ни хуя ну какая я вам что ты понимаешь мотоциклах старый ты мудофиль даже разговаривать не захотел обратно черты я поехал знаете чё мне же лишь бы покататься лишь бы казаться в лес пока не заедешь там и снег лежит и грязь не проехать пока в лесу еще неделю-две точно поехал я на советскую площадь и там репетиции парада юнормейцы юнормейцы в форме взводов наверное да не взводов это уже рот и можно назвать 40 человек это уже не взвод это полурота да у нас вроде был там меньше 60 человек постоянно не до комплекта вот ходит юнормейцы под славянку славянка звучит юнормейцы ходят я минутки две посмотрел постоял постоял стоял посмотрел на них и поймался на мысли что вот все вот это вот и форма и строй и строевой шаг парадная коробка и славянка нам вообще не ебет то есть вообще не ебет были я не юнормейцы я не солдат не сержант мне даже не военная обязанная человек сугубо штат снять с воинского учета блять когда-то мне нравилось ходить строим блять чувство сопричастности к чему-то большому но это 18 лет мне нравилось да вот я взрослый бля не пацан какой-то я взрослый в настоящем строю с настоящими солдатами в настоящей форме на панаме настоящая солдатская звездочка я марширую блять солидно это выглядел конечно сейчас вот мне 57 думаю бля вообще не ебет нету чувства сопричастности то есть после армии смотришь например парад на красной площади и живот подбирается просто на рефлексах парад смирно а привык же выполнять команды в армии так хоба и плечи сидишь а плечи расправляются живот подбирается чувство сопричастности сейчас блять не ебет абсолютно разорвалась какая-то связь какая-то связь разорвалась между мной и армии вообще вот это организация которую нельзя дискредитировать звать у меня чувство глубокого неприятия просто я не принимаю все детки ты еще глупы детки-то нихуя ничего еще не представляют но что они знают они знают класс но сейчас они знают понятие взвод они действуют составе класса они действуют составе взвода сами по себе ничего не не представляют не олимпийские чемпионы не кандидаты наук не писатель не композитора никто есть даже не специалист заготовки болванки чурбаки вот им даем еще по кайфу походить до пока родине долг отдать они считают что рознь долг отдать бля 4 так думаю что я не только отдал родине все долги но еще родина мне там много чего осталось должна сама и у меня нет чувства сопричастности не к строю не к славянке не к знаменам ни к чему бы такому порвалась какая-то нить вот 23 февраля 9 мая знаете какое отношение как к умершему другу был очень хороший очень близкий очень душевный друг и вот он номер его больше нет но остались воспоминания остались воспоминания разговорах о посиделках на каких-то совместных делах больших хороших нужных для страны делах тут мы приносили пользу с этим другом сейчас друга нет бессмысленно даже грустить вспоминать нужно просто примиряться сегодняшней жизни жизнь в условиях сегодняшней жизни от друга остались фотографии осталось видео от друга он он дорог он бесконечно дорог этот друг но номер а вот эти все люди они не друзья они вообще другие они очень похожи на друга но они в сущности своей другие они сущности свои другие они не друзья хотя и одеваются также как одевался друг ну нет это чужие люди абсолютно ю vibration и страна чужая люди чужие праздники чужие Вот такое отношение к 9 мая. Большой светлый праздник, который умудрились похоронить, на всяком случае, в моей душе. Не пойду на площадь, не пойду, не возлагать не пойду. В деревню поеду на 9 мая, но в деревню поеду. Бабулю с дедом проведу. Дождь с утра был, может быть распогодится, покататься опять хочу. Завтра в Саранске обещают плюс 22, сегодня плюс 18. Если развеется после обеда, поеду кататься, вернусь, не полживая сниму. Вот уже день прошел, время 7 утра. У меня уже день до пяти, до шести вечера распланирован. Не хворайте, золотые мои. Субтитры сделал DimaTorzok